Субтитры создавал DimaTorzok Пара семейных альбомов, фронтовые письма и скудные воспоминания бабушек – вот, собственно, и все, что связывает большинство из нас с историей своего рода. А вот рязанец Андрей Лепешкин сумел изучить прародителей до времен Ивана Грозного. Родня, сами понимаете, многочисленная, и все как один отличились, кто подвигами, кто благими делами. Всю свою жизнь, вот все люди, которые писали духовные завещания и считали своим долгом, эти завещания сохраняли. Андрей – представитель одной из старейших и известнейших среди московских предпринимателей династии. Именно его родственники когда-то восстанавливали промышленность и торговлю после пожара в 1812-м. Предки были московскими купцами первой гильдии, так что собранные за десятилетия долговые расписки документы едва уместились в 48 томов. Вот этот старший из сыновей Логина Кузьмича, фотографий его нет, портретов нет, ничего не сохранилось, Василий Логинович Лепешкин, то есть это, как бы сказать, основатель одной из ветвей. Вот это основатель второй ветви, Семен Логинович Лепешкин. Василий Логинович Лепешкин, сын Логина Кузьмича, он практически 18 церквей в Москве облагодетельствовал и стал вслед за отцом своим одним из старост храма преподобного Марина Пустынника в Москве, на Якиманке, в Старых Панях. Так вот, после него члены нашей фамилии были 74 года старостами этого храма. Именно многочисленные Лепешкин открывали в ближайших губерниях химические заводы и получали звание «Мануфактурсоветников». А текстильное производство и вовсе принесло династии всероссийскую славу. Отчасти поэтому любая вещь предков семьи Андрея давно превратилась в музейный экспонат. Вот эта вот икона была на Бородинском поле у Василия Логиновича. У неё было ещё два заклада, вот они утратились у нас во время Второй мировой войны. Это медаль 1812 года «Не нам, не нам, а имени твоему». Вот она вот, с фамилией, поскольку проверяли наличие до революции. Если утрачено, заставляли восстанавливать. Вот эта вот медаль, которую давали купцам за помощь русской армии во время Крымской войны. Вот эта медаль Николая Васильевича Лепешкина. То есть он ей был награждён. Как представители купечества Лепешкина сыграли немаловажную роль в общественной жизни и благотворительности Москвы. Сразу и не разобрать, кто из них какую линию продолжает. И вот что удивительно, даже дамы, получившие эту фамилию в замужестве, становились очень известными и почитаемыми по тем временам барышнями. «Дочь Якова Прохорова, Варвара Яковлевна Прохорова, в замужестве Лепешкина, она построила знаменитое Варваринское училище в Москве. И когда построила, то передала его городу Москве. И дала на содержание в дальнейшем этого училища 500 тысяч рублей. По тем временам деньги баснословные. А брат Василия Логиновича Лепешкина, Семён Логинович, в своё время пожертвовал громаднейшую сумму на покупку хлеба для голодающих губерний. Сумма эта была равна 97 тысячам рублей. То есть по нынешнему вообще неописуемо. Это столько фабрика стоила. Тысячи рабочих мест, уже тогда механические станки на производстве и огромный капитал. Были времена, когда сидец Лепешкиных ценился даже в Средней Азии. И чем лучше шли дела, тем больше предки Андрея заботились о горожанах. Вот это вот известный московский благотворитель, сын Семёна Логиновича Лепешкина, Василий Семёнович, умер 42 лет от роду. А Варвара Яковлевна Прохорова, в 22 года оставшись вдовой, так всю жизнь до смерти вдовой и прожила. И всю жизнь занималась благотворительностью. И у них был сын, Семён Васильевич Лепешкин, который в своё время построил в Москве, на Арбате, в Филиппевском переулке, первое общежитие для студентов в Москве, Московского государственного университета, где 42 студента не только жили, но и уже, как говорится, на полном пансионе. Но даже при этом всегда находились люди, которые пытались оклеветать благодетелей. Чего стоит семейная история об игумене Афанасии, в миру Александре Лепешкиной. Не каждый может похвастаться родственником, который был канонизирован Русской Православной Церковью. Об этом чуть позже. Это её брат Владимир Васильевич, который в 32-м году эмигрировал в Чехословакию, затем в Америку. Сын его, Евгений Васильевич, стал кардиологом, читал кардиограммы президента США Рузвельта. История семьи Андрея Лепешкина словно живой организм, она то обгоняет события, то теряется на десятилетия другое, то делает резкий вираж. Взять хотя бы одного из родственников, Владимира Зубова, ветерана Первой мировой войны. Его останки поисковики вместе с личной ложкой да несколькими предметами обнаружили в горельнике. Волковская дача находится в 900 метрах от Зосимовой пустыни. То есть вот фашисты во время войны, в декабре 41-го года, не смогли взять вот этот монастырь. И оказывается, что его оборонял Костинский паренек Володь Зубов. А в 1967 году мой отец женился на его родной сестре. Так что это мой дядь кровный. То есть предки по линии отца, вот Семен Логинович монастырь строили, а по линии матери его защищали. Вот Петр Титович Лепешкин. В общем, он из той ветви, которая затерялась в Белоруссии. И отец его, собственно говоря, преподавал римское право и словесность в университете в Белоруссии, в Минске. Его мать происходит из древнейшего польского дворянского рода Апасских. То есть по какой-то линии он прямой потомок князя Литовского по совместительству внучат и племянник великого русского адмирала Дмитрия Николаевича Синявина, а в жизни вообще почетный гражданин Сан-Диего. Так что действительно не место красит человека. Петр Титович погиб вместе с такими известными людьми, как адмирал Макаров, художник Верещагин и еще больше тысячи русских моряков, из которых, кстати, достаточно большая часть была из Рязанской губернии. В качестве шутки можно сказать, что Лепешкины могут путешествовать по всему миру, просто приезжая друг к другу в гости. Так далеко раскидала их судьба. Канада, Франция, многие потомки и рады бы поболтать, да языка русского не знают. Правнуки давно с заморским акцентом. Но реликвии собирают и берегут, это уже в крови. Вот, к примеру, любопытный репринт журнала 1913 года. Поводом сохранить его стал некролог на Семена Васильевича Лепешкина. Он умер в Германии, в Баткесингене, на берегу озера Заалу. Там и похоронен. Вот она, непридуманная история. Исчезновение патриарха сербского, гибель базара в Сухуми, европейское искусство в лице японских артистов и печальные кадры с ныряльщиками, которые достают людей с эскадренного броненосца Петропавловск. На нем погиб Петр Дитович. Помни о том, что все новое, хорошо забытое, старое, Андрей Лепешкин решил возродить главные традиции предпринимательства и связать представителей известных фамилий вековыми устоями. Так, по образу и подобию столицы, в Рязани появилось свое купеческое общество. Изучал вот то, что родословное, то вот это есть очень хорошая прививка от национализма. Потому что, когда мы все говорят, что они русские, а когда начинаешь изучать и обнаруживаешь, что кто-то у тебя немец, у меня две парабабки, они польской национальности, и литовской, и так далее, и тому подобное, и вот просто задаешься вопросом, кто я по национальности. История Лепешкиных сохранилась во многом благодаря еще одному семейному таланту – художественному. И мужчины, и женщины могли без труда изобразить на куске бумаги любое значимое и не очень событие. Это реальное место. Это село Костино, Рыбнского района. Сейчас на этом месте располагаются совершенно другие дома. То есть этого уже давным-давно ничего нет в помине. Вот только единственное, что осталось. Даже фотографий нет. Вот этот рисунок остался. Последние несколько лет Андрей вместе с сыном занимается реконструкцией военного костюма. Так сказать, заполняет пробелы современников в знаниях. И первым делом вспоминает отца. Получилось так, что во время мобилизации в Красную Армию он попал служить в 264-й полк 7-й мотострелковой дивизии внутренних войск НКВД СССР, в котором благополучно прослужил 10 лет. Провоевал с немцами, с различными националистами всех мастей. Но о том, что значит реалистично показать быт солдата, а также о редкой коллекции обмундирования, значков, документов и не только, смотрите ровно через неделю во второй части программы «Человек в городе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова